Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор.ФМ Добрый вечер, пятница, вечер, и вновь мы начинаем программу Неформат с Михаилом Задорновым. В студии в Москве, в прямом эфире, для вас работает Максим Забелин, продюсер Юмор.ФМ, помогаю Михаилу Николаевичу вести программу, и наш главный герой и автор программы Михаил Задорнов. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Так, ребят, что-то у нас с микрофоном. У меня наушники, я не слышу ничего, наушники на ушах, и я в результате глум, но не нем. Ну ничего, можно продолжать. Да, давайте, мы сейчас устраним технические проблемы, я показываю нашим сотрудникам, что у нас не работает микрофон у Михаила Николаевича Задорнова, и это есть большая проблема. Но я думаю, что мы сейчас ее устраним. Михаил Николаевич. СМС стоит очень недорого, поэтому, пожалуйста, вперед, друзья. Если, Михаил Николаевич, позволит, мы сегодня обсуждали за эфиром несколько тем очень важных, да, и... Сегодня в течение дня, да? Да. Вы обсуждали. Да, хорошо. Да, и я позволю себе начать с одной очень интересной истории. На этой неделе появилась информация, она прошла по каналам «Этартас» и «Интерфакс», о том, что мэр города Сергей Собянин поручил организовать рабочую группу, которая обсудит с общественностью создание в столице специальной площадки для митингов, наподобие той, которая представляет из себя лондонский гайдпарк, где люди могли бы собираться, открыто выражать свое мнение. Премьер-министр России Владимир Путин поддержал это начинание, но вот возникло сразу очень много комментариев, и одно из них принадлежит Эдуарду Лимонову. Он говорит о том, что в Великобритании митинги и шествия проводятся везде, где хотят люди. Я был в гайдпарке, и это не политическая площадка. Гайдпарк еще со средних веков, место, куда могут приходить люди, цитирую, и нести любую ахинею. Там всегда было много сумасшедших. А вы знаете, я согласен с Лимоновым. Мне вообще не очень нравится вот это слепое, бездумное подражание Запада. У вас есть гайдпарк, и у нас должен быть гайдпарк. Ну, я был, естественно, в гайдпарке, потому что, когда я впервые приехал в Лондон, я обязан был посмотреть все достопримечательности. Я пришел туда. Да, три сумасшедших. Я трех сумасшедших прослушал. Какие-то стояли такие полу-бомжи, полу-инвалидные такие люди, слушали, даже не аплодировали. Все это было вяло и интересно. Зачем нам это надо? Если... А потом... Ну, в Лондоне сумасшедших меньше, чем в Москве. Вы представляете, если открыть у нас гайдпарк, если все сумасшедшие Москвы начнут высказывать свое мнение. Это будет пародия даже на лайфджорнал. Кроме того, вообще гайдпарк звучит как гадпарк на русском языке. Я не знаю, зачем это делать. Но почему одобрил премьер-министр, я понимаю. Все-таки это структура у нас сегодня, которая... Знаете, у нас как бы свобода слова, это ведь в кавычках. Вот те, кто будут высказывать свободно, их будут теперь сразу забирать, искать парка. То есть человека сразу можно будет тут же... А, выступил, поехали. Не надо выявлять. Надо будет теневую мысль. Она вся проявится сразу. Шутка дурная. Да, но накануне она звучит... Но я когда шучу, потом это исполняется. Поэтому мне надо очень осторожно шутить по этому поводу. Да, Михаил Николаевич, мы обсуждали в одной из программ вашу, ну, прошу прощения за тавтологию, программу, да, которую вы опубликовали на всех возможных ресурсах, в том числе на вашем сайте. И в ней было очень много интересных замечаний и предложений. И вы знаете, некоторые из них я сейчас начинаю встречать в высказываниях довольно известных людей. Вот в частности, Станислав Говорухин предложил воссоздать пионерскую организацию и отменить единый госэкзамен. Об этом и Тартас сообщил 16 февраля. Ну, мне нравится. Вы ведь меня пригласили, чтобы я высказывал свое мнение. Нравится, не нравится. Наш человек как? Нравится, не нравится. Мне нравится это предложение. Я действительно говорил об этом. Мне нравится пионерская форма. Вы знаете, я в Юрмале иногда развожу по вечерам костер и приглашаю своих... приглашаю гостей к костру. И им очень нравится у меня бывать, особенно когда я надеваю пионерский галстук. А он у меня сохранился. Меня два раза выгоняли из пионеров. И у нас была зажигательная пионерская организация. Пионер, он вот... Вот есть какая-то искорка. Какое-то зажигаловое было в пионерах. Только, мне кажется, не все надо перенимать, потому что вот этот плакат «Пионер, ты в ответе за все», который висел в советское время, он меня впечатлял даже когда я вырос. Мол, а кто в ответе за все? Пионер, оказывается, в ответе за все. Но я думаю, что у Говорухина дельные предложения. У нас есть первый звонок. Мы приветствуем студию Андрея из Москвы. Здравствуйте. Алексей. Алексей, да, прошу прощения, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Александр Николаевич, я хотел узнать ваше мнение по поводу событий в Германии. То, что правительство, там, президент в отставку, за то, что там ее друзья такие, как бы, богатые. А я не знаю, о чем, Максим, идет речь. Извините, я просто не в курсе. Я не слежу, особенно за политическими событиями. Я немножко, простите за выражение, лох в этом деле. Но если вы мне сейчас скажете, о чем речь идет, я попробую вам ответить. Ну, я тоже телевизор смотрю вообще очень редко. Но я тоже сегодня включил просто новости и вот увидел, что тоже передали все средства массовой информации, тамошние, раструбили о том, что президент там, что в гостиницах его друзья там типа оплачивали там, то у него там на любых условиях ему там кредиты выдавали и в отставку уходят из-за этого. Ну, действительно, речь идет о том... У нас нельзя это вводить. Во-первых, тюрьмы будут переполнены. Ну что, ну кто? А кто работать будет тогда вообще? Знаете, мне это напоминает, как я с одним арабом разговаривал. Я ночевал в пустыне и взял проводника араба, который учился у нас в Москве и хорошо знал русский язык. Он развел костер из ливанского кедра, и мы в пустыне, меж барханов, луна. И он мне говорит, вот скажите, вот за что на нас мусульман так весь мир катит? Он хорошо по-русски говорил, катит баллон с концертом, эти выражения. Смотрите, у нас за сквернословие в древности у мусульман отрезали язык, за воровство отрубали руки, за то, что заглядывался на чужих жен, ослепляли, за там еще что-то отрубали ноги, руки. Он говорит, у нас вся надежда сегодня на то, что мир спасет Россию, но вам нужны вот такие законы, у вас коррумпированность. Я говорю, знаешь, если у нас такие законы вести, у нас будут огрызки мужских туловищ ползать по всей стране. У нас ни одного организма нормального не останется. Слепые, а слепые такие куски туловищ без рук, без ног будут ползать. Я думаю, что, знаете, ну, все страны разные. Вы еще приведите мне пример, то, что однажды мэр Токио Харакири себе сделал за то, что его обличили в воровстве. Тогда вы представляете, какие нам подарочные наборы ножей Харакири дарить надо всем губернаторам и мэрам будет. Вы знаете, на этой неделе буквально произошло сообщение, что Токио наряду с Цюрихом признаны самыми дорогими городами мира. Они за углом постоят у нашей Москвы. Я не знаю, над чем это основывается, может, это средний показатель. Но если по дороговизне главных цен сравнить, извините, Токио за углом стоит у нас и нервно чешется. Я когда сидел недавно в одном ресторане, вы знаете, это вакуумная кухня, да? Молекулярная кухня. Есть молекулярная кухня, это новый суперприкол. Там мороженое со вкусом селедки, это приготовляется на молекулярном уровне все. Еще такие деньги... Я бесплатно не буду есть мороженое со вкусом селедки, я вам честно скажу. Но когда я видел, как сидят и едят наши полуолигархи, вот эти вот, да, я смотрю на них, они сидят и едят деньги практически для меня. Такого все-таки на Западе, такой вакханалии, бессовестности все-таки нет. Ну, вы знаете, удивительно то, что буквально на этой неделе пришло сообщение, что в Индии сейчас пользуется большой популярностью десерт, в котором присутствует золото. Подают его в самых дорогих вешенебельных ресторанах, и люди действительно едят золото. Ну, понятно, оно в каких-то там, в нарезку, видимо. Как вы думаете, нас слышат сейчас на Рублевке? Потому что там завтра появится такой ресторан. То есть они выбрасывают мороженое со вкусом селедки, это уже не модно. Теперь золото в нарезку. Золото в нарезку, это золотыми зубами есть надо. А я у одного банкира ел салат из сосков самокалибри. Как вам это нравится? Так что ваша Индия за своей нарезкой золотой тоже нервно чешется с протянутой рукой. Друзья, у нас небольшая рекламная пауза. Я напомню, 0731 номер телефона прямого эфира, 887-0, номер для ваших смс-сообщений. Неформат с Михаилом Задорновым. Друзья, добрый день, добрый вечер для Москвы и добрый день для тех, кто нас слушает в Европе и в Соединенных Штатах. Мы продолжаем нашу программу, которая называется Неформат с Михаилом Задорновым. В таких экстремальных условиях я уже давно не работал, с 91-го года, пожалуй. Я тоже только что узнал, что я работаю в экстремальных условиях, потому что меня слышат в Соединенных Штатах. Да, Михаил Николаевич, нам, кстати, приходят. Нам, помните, мы с вами говорили по поводу Госдепа, да, и... Да, да. Да, и вот разрешили. Можно. Можно? Да. Ну, слава. Да. Итак, Неформат с Михаилом Задорновым, 0731 номер для ваших телефонных звонков. Мы продолжаем нашу программу. На этой неделе появилось довольно интересное сообщение, что в социальной сети ВКонтакте появилось приложение, которое называется «Стать другом Путина». Так вот, это приложение «Стать другом Путина» за несколько секунд, это приложение за очень короткий срок, за две недели, загрузило порядка 200 тысяч человек. Смысл приложения заключается в том, что люди получают на своей странице какой-то набор фотографий с премьер-министром в непринужденной обстановке и в официальных каких-то материалах. И у многих тут же возник вопрос, а сам Владимир Путин, который также зарегистрирован в этой сети, уже скачал себе это приложение или нет? Что вы думаете по этому поводу? Я вообще, мне нравятся фотографии Путина. У него глаза, как у Джоконды. Вот вы где бы ни стояли, Джоконда на вас смотрит всегда. И всегда какой-то секрет в ее глазах. Что-то она скрывает всегда. Но, что ж, знаете, я вообще по предвыборной кампании, вот что хочу сказать. В живом журнале я публиковал списки детей, которые находятся в безнадежном состоянии. Им надо помогать. И у каждого есть мечта из этих детишек. И многие друзья мои, которые в ВКонтакте зарегистрированы, в живом журнале покупали им айфоны, покупали айпады, компьютеры. Одна женщина свозила безнадежно больную девочку в Америку на экскурсию. У каждого своя мечта есть у них. К одному я поехал парню, он хотел со мной познакомиться, чтобы я ему сам подарил свои книжки в Питер. Вообще очень трогательная акция была проведена. И вот когда я в другом уже, в последующем одном своем материале рассказал о том, какие люди, каким детям помогли, и очень интересный комментарий пришел от одной женщины молодой. Мол, вот все бы эти деньги, которые на выборы тратятся, вот на эти бы деньги помочь этим детям. Потому что все равно известно, кого выберут. Зачем зря тратить эти средства? Это все бессмыслится. И в принципе, и все уже давно и согласны с этим, лишь бы заморочек не было. И потому что один митинг против второй, против того митинга, третий против митинга, который против того митинга, и уже запутались люди в митингах, и здравомыслящим это дело, честно говоря, надоело. И я с ней категорически согласен, с этой женщиной. Я ей выслал свои книжки и низко поблагодарил на расстоянии с воздушными всяческими поцелуями. Мы по поводу митингов поговорим чуть позже. Есть одна идея, которую мы с вами обсуждали. Да, она, мне кажется, очень интересна. А сейчас я хочу сказать, что у нас есть несколько высказываний, в частности, 14 февраля, что важно, выступили совместным заявлением Геннадия Зюганова и Владимир Жириновского. Это я видел по новостям. Это я видел. Интересно. Да, они сказали, что слишком много информации уделяется премьер-министру и кандидату в президенты Владимиру Путину, а остальным кандидатам такого количества времени не дается. И это нарушает закон о равных правах кандидатов. То есть закон избирательной системы в России. Но тут я им ничем не помогу, честно скажу. Бессмысленно ко мне обращаться за этим. Дмитрий Михайлович, поэтому я прошу вас прокомментировать несколько высказываний. А, давай. Например, Коммунистическая партия России предлагает в 2051 году в Госдуме 13-го созыва 14 февраля 2051 года заслушать отчет Путина о выполнении обещаний, поскольку предвыборная программа кандидатов в президенты рассчитана на ближайшие 25 лет. Точнее, там, 35 лет, да. И в этой связи Коммунистическая партия говорит, давайте заслушаем в 1951 году что же... То есть я думал, я слышал. Нет, В 1951 году? Я на полном серьезе читаю, что фракция КПРФ в Госдуме предложила заслужить отчет Владимира Путина о работе правительства 14 февраля 2051 года в Госдуме 13-го созыва. Зюганов будет присутствовать среди тех, кто будет прослушивать, я надеюсь, и будет возглавлять Коммунистическую партию к тому же. Думаю, да, ну, самому Путину... Жириновский вечен, это я понимаю. У меня вопрос Геннадий Андреевич. Кстати, Геннадий Андреевич, интересно было бы пригласить в вашу... в вашу... я не знаю, как... ну, в одну из ваших программ. У него потрясающее чувство юмора. Он мне вручал премию за один материал назывался «Каддафи-мужик НАТО-трусло». И этот материал, эту статью тоже растащили совершенно по разным газетам. И он мне вручает ручку и говорит, видите, золотое перо, это золото партии. Говорит. Он... У него очень хорошие шутки. Он мне подарил книжку, анекдоты от Зюганова. Во-первых, нет пошлости. И, во-вторых, остроумнее, вообще-то, чем наша Раша. Все-таки там все нижнее поясно, а Коммунистическая партия не позволяет себе так шутить. Он оказался для меня в собеседовании очень интересным человеком, честно вам скажу. Это я абсолютно... Сейчас скажу, ой, сейчас навалятся звонки Зюганов проплатил за Дорнову. Наши ведь... Ребята, вот все, кто с этим предложением, в будущий гайд-парк записывайтесь, там выступайте. Ну, нет, я хочу сказать, что у нас программа неформатная, поэтому мы можем затрагивать любые абсолютно темы. У нас уже гайд-парк. Уже гайд-парк, да, собственно, мы реализуем поручение, так сказать, в правительстве. А Жириновский, что интересно, сказал, у вас есть? У него, да, есть, ну, они совместное высказывание сделали, но, кроме прочего, на этой неделе были зарегистрированы очередные доверенные лица списка 17 человек, доверенных лиц от кандидата в президенты России Владимира Жириновского. Так вот, среди этих фамилий фигурирует экстрасенс Кашпировский. У Жириновского Кашпировский? А Жириновского не хватает своих экстрасенсорных способностей? Я не знаю, это очень интересное сообщение, поэтому... О, я аж закашлялся! Это какая-то инсинуация Кашпировского. У нас с Кашпировским когда-то испортились отношения. Я написал на него пародию. И исполнял ее Евгений Ваганович Петросян. Но так как автором был я, то Анатолий немножко на меня приобиделся. Мы потом, правда, помирились. А вот Чумак, когда я написал на нее пародию, так обрадовался, позвонил мне, пригласил в ресторан. И у меня интересный был... Знаете, мне так неинтересно про политику говорить, что я все время, смотрите, у меня мозг переключается на что-то более интересное. Я готов аплодировать только. И Чумак, гениально, мы с ним сидим в японском ресторане, и он мне говорит, вот чем ты болеешь? Вот вы смеетесь надо мной. А вот чем ты болеешь? Я говорю, ну, вообще, какая болезнь у тебя с детства, которую врачи не могут вылечить? Я говорю, хронический танзелит. Он берет саке и говорит, сейчас я выпью твой танзелит. Я не могу это без смеха говорить. Значит, выпивает. Говорит, больше у тебя танзелита не будет. Вот, клянусь, Максим, Максим, у меня нет танзелита уже 8 лет. И многие врачи, которые меня смотрят, говорят, а кто сказал, что у вас был танзелит? Я им не рассказываю историю про Чумака. Я вообще думаю, что это какое-то совпадение, потому что я еще лечился разными другими своими восточными техниками. Но, тем не менее, вот такая история. Но больше всего мне понравился еще один известный экстрасенс, который приехал в Ригу. А его там все эти... А он такой посткаспиров... Последыш Каспиров... Ну, и как сказать? Последователь Кашпировского. Последователь, да. Кашпировского Чумака. Ну, и к нему там толпы опять лечиться. И когда он выходил, я не буду говорить, кто это, потому что история весьма такая скабрезная. Он выходил со служебного входа концертного зала, а его толпа ждет. Вылечите нас! Вылечите нас! А он с юмором, пацан нормальный. Говорит, закройте глаза, поднимите руки вверх. И замкните. Они подняли. Стоят, он говорит, и помолчите. И уехал. Они стояли минут 15. Я думал, до сих пор стоят. А еще один, ой, еще один такой же. Такой же, да? Они, а может и стоят. А еще один приехал сюда лечить коллег-сатириков. Значит, очень серьезный человек из Питера. Философ, мудрец. А они, его принимать, он говорит, меня надо принять как следует, иначе у меня не откроются способности. Они ему баню, еды натащили в баню. Хороший целитель приехал в баню, и да, он говорит, а девчонки где? Те приличные люди. Ему девчонок привели. Тоже мне целитель приехал. И они говорят, а когда карму будете вычищать там в конце уже, когда он напился, баб разогнали, он говорит, ребят, мне пора на поезд, а вы молитесь. И вы очиститесь. Ой, я не могу. Это мы о политике с вами поговорили? Да. Собственно, мы о Жириновском говорили, ребят. Да, у нас небольшой перерыв на рекламу. 0731 номер для ваших телефонных звонков. Программа Неформат продолжается. Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем программу Неформат с Михаилом Задорновым. В студии в Москве в прямом эфире Михаил Николаевич Задорнов отвечает на ваши звонки. 0731 телефон прямого эфира. И прежде чем перейти к вашим звонкам, я попросил наших звукорежиссеров подготовить вопрос от звезды. Наша традиционная рубрика. Давайте послушаем. Неформат Вопрос от звезды Это Денис Клявер из группы «Чай вдвоем». Здравствуйте, Михаил. Хотел бы вам задать один вопрос. Значит, на тему. Прочитал, что украинские феминистки из движения «Фемен» в понедельник провели топ-лис-акцию перед штаб-квартирой «Газпрома» в Москве. Как вы вообще, в принципе, как мужчины, относитесь к этому? Я завидую «Газпромовцам». У них есть деньги, оказывается, не только на хоккеистов, футболистов и театр, но даже оплатить девушек, чтобы они с голой грудью стояли напротив их главного офиса. Молодцы, ребята! Понимают, как тратить деньги надо. Да, у Семена Слепакова есть замечательная песня. И теперь понятно, почему он хочет стать акционером «Газпрома». Вот, наконец-то мы до этой тайны добрались. Да, у нас на этой неделе, которая завершается, были, была целая череда праздников. И, Михаил Николаевич, я просто хотел бы ваш комментарий получить по поводу некоторых из них, они довольно странные. Ну, в частности, 14 февраля, кроме Дня Святого Валентина, который так уже, скажем, прижился на нашей земле, и ваше мнение на этот счет хотелось бы тоже услышать. Ну, мое мнение на этот счет опять такое же, простите, что перебиваю. Ну, что ж мы перенимаем все бездумно с Запада? И потом объявлено у нас День Любви, один День Любви в году. Вам не стыдно, ребят. Один День Любви, один День Прощенной Воскресенья. Да, в остальные злословить и ненавидеть друг друга. Это, что касается Валентина, Дня Валентина. Но больше всего, все-таки он подходит, знаете, к Питеру раньше подходил, потому что они тогда Валентинки заменили Матвиенками. Открытки Матвиенки у них были. Вы знаете, между тем, 14 февраля, и это удивительно, в Германии празднуется День Психически Больных. Интересно. То есть, у нас это большая часть населения бы празднула. В Гайдпарке. В Гайдпарке, учитывая направленность полностью на веру в доброго дядю, который придет во время следующих выборов. А вы знаете, что День Валентина у нас надо в День Святого Владимира переименовать. И открытки Путинки должны быть. Это мне сейчас в голову пришло. День Святого Владимира Владимировича. Нормально, хорошо. Икона Медведева должна мироточить. Счастье. Икона Твиттера Анатольевича. Михаил Николаевич, у нас вопрос от Андрея. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Добрый вечер. Добрый, добрый, Андрей. Хотел спросить у вас, как вы относитесь к нашему новому мэру? Обещал избавить нас от пробок. Вот сегодня провел целый день за рулем. Вымотался ужасно. Я вам не смогу ответить на этот вопрос по одной простой причине. Что, во-первых, я не знаком с мэром. Во-вторых, обещаниям я, в отличие от вас, не верю сразу, кто бы не обещал мне. Соседка, родственник, жена, мэр, коммунистическая партия. Я никому не верю. Поэтому у меня претензий нет к этому. С другой стороны, вот у меня в Риге есть библиотека. И я эту библиотеку организовал. Я затратил более 300 тысяч евро своих собственных на то, чтобы завести туда 100 тысяч книг примерно. Каждый день там 70-60 посетителей. И вообще библиотека заработала, потому что там хорошие заманухи стоят. Капканы даже для молодых. такие интересные вещи. Там книги подарили Галкин, Пугачёва, Никита Михалков, Родзинский. Очень много Евтушенко. Много людей, которые интересны читателям. И так и называется, например, полка. Как стать Галкиным? Прочитайте книжки, которые любил в юности Галкин. И так далее. Я не могу долго распространяться, но почему я об этом говорю, отвечая на ваш вопрос, Андрей? Да потому что я содержу и плачу зарплаты уже в течение трех лет. Но я не вечно могу ездить на концерты. Здоровье вообще-то уже подкашивает потихонечку и зарабатывает. Я обратился к Москве, мол, давайте я подарю эту библиотеку вам, потому что все-таки она русская библиотека, и это вопрос культуры, а не политики. Вы знаете, Собянин так быстро подписал мое... Мы даже не встречались. А чего встречаться? Зачем ходить и лясы точить? Бла-бла разводить? Я написал письмо, объяснил все. Собянин так быстро подписал это письмо, что уже сегодня я встречался с работниками мэрии, которые сказали, мы берем ее под свое крыло, только давайте юридически это оформим, и я буду дарить эту библиотеку Москве. Так что, в принципе, извините, не могу критиковать пока власти мэрии, потому что доброе дело они сразу как-то правильно восприняли. Вот так скажем. Да, друзья, ну и в конце концов пробки, это же прекрасно, потому что вы слышите сейчас нас в пробках, имейте возможность звонить. Мы же ради вас работаем, а не будет пробок. Кому мы будем это все говорить? А потом, пробки вообще хорошо, я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Я считаю, Максим, что пробки, это божье послание. Ребят, вы все суетитесь, торопитесь, посидите, подумайте о вечном. Вот сейчас, все, кто в пробках, за рулем, вспомните о вечном. Когда вы в последний раз видели рассвет, подумайте об этом, и у вас пробка, и если вам захочется встретить рассвет в скором времени, пробка рассосется. Не кричите, не орите, ой, негодяи, козлы вокруг, слышь, это, вот не надо, и рассосется, и проедете спокойно. Пробки, это знак, что мы неправильно живем, друзья мои. Михаил Николаевич, на этой неделе был еще один праздник, 17 февраля, отмечается Международный день спонтанного проявления доброты. Это в какой стране у нас? Это недавно принятый по инициативе ЮНЕСКО праздник во всем мире. Вот что мне нравится, что есть кто-то, кто сочиняет праздники. И у них потрясающая воображалка. Вы знаете, я скупил русский календарь сегодняшний, каждый день праздник. И к нему, к этому календарю набор стаканов, и сзади, на обратной стороне этого набора стаканов, 365 праздников указаны. И там такие праздники, это вот вы назвали вроде прикол, я вам еще прикольнее праздники назову. День флешки есть, есть день спички, есть день блондинки, видимо, тотемное животное, блондинозавр. Я говорю, надо компьютерные мышки, день Ютуба надо назначать, надо сегодня разворачиваться по полной, друзья мои. Нет, но они, насколько я понимаю, эти праздники, это не прикол, то они действительно существуют. А день внутренних органов, что они существуют, он называется день внутренних органов, то есть день почек, печени. А я думал, МВД вы имеете в виду. А я имею в виду грамотность. Я понял. Как в МВД было написано в советское время, отдел преступности. Ты прямо на двери в милиции. 20 февраля, пройдемся немножко по следующей неделе, 20 февраля отмечается Международный день курильщиков в трубке. Хороший, красивый. День Шерлок Холмса практически. Ширвинда. Великие люди там были. Кстати, многие считают, что Шерлок Холмс реальная личность. Я когда был в музее Шерлок Холмса, там действительно лежит ведь трубка его. А когда мои любимые американцы приходят в этот музей, они спрашивают, что это именно та трубка, которую курил Шерлок Холмс, или нет. И не осталось ли писем Шерлок Холмса, как он... Это... Одна спросила СМС-ок с Батсоном. Не осталось ли? Нет, День трубки мне нравится. Это... Это... Трубка, она... Вот я смотрел на чудесного человека Анатолия... Александра Анатольевича Ширвинда. Вот он курит трубку, и, знаете, он... Видно, что он думает о вечном в этот момент. Он мудр. И поэтому он всегда очень остроумен. Я в его компании всегда боюсь остри. Потому что он всегда сострит лучше. Нет, трубка мне нравится. Да, у нас есть еще замечательный праздник 21 февраля, в частности... День нефтяной трубки. Нефтяной, да. Празднуется в Соединенных Штатах праздник очень известный. Мардегра называется. Жирный вторник. Жирный... Какой день? Мардегра. 21 февраля. А, 21 февраля. Мне показалось 29-го. Я уж хотел накатить по полу. Каждый год празднуется в Америке 29 февраля. Вот это было бы классно. Да. Жирный вторник и вообще история этого праздника, которая связана с масленицей. Правильно. Не могу ничего добавить. А где это празднуется? В Америке? Да, в Соединенных Штатах. Нет, они не тупые. Они историю знают. Нет, забирай свои слова обратно. Что еще у нас интересно? 22 февраля в Монголии совершенно чудесный день. Называется он День Субаатара. Субаатару? Субаатара. Ну, это что-то такое типа сабата-шабата. Шабаша какого-то. Монгольский сабат. Монгольский, да. Сабата. А что мы из того будем иметь, говорят монголы? А в Японии День Кошки. Михаил Николаевич, я хотел, подводя... Компьютерные кошки. Компьютерные. Мышки и кошки. Ну, Япония страна технологичная. Подводя небольшой итог под праздничными различными мероприятиями, которые на этой неделе произошли, хотел бы прийти довольно неожиданно к гимну, который появился на этой неделе. И гимн этот, как уверяют его создатели, посвящен Михаилу Прохорову. Михаилу сказали и паузу зря сделали. Я думал, мне, оказывается, Прохору. Я разочарован. Ну, и то сочинил. Над гимном ваша честь работает создатель. А сочинили это творение Андрей Макаревич и Алла Борисовна Пугачева. Ну, это должно быть интересно. Давайте послушаем сейчас, что из них будет. А можно одно интересное перед этим вам? Я недавно узнал про наш гимн Советского Союза очень интересное сведение. Когда им принесли Иосиф Виссарионович, а если Иосиф Виссарионович, я буду говорить шепотом, был в юности поэтом и писал на грузинском языке, писал лирические стихи. Но когда ему приносили переводчики переводы с грузинского на русский, он исправлял. Вы знаете, что он исправил перевод на русский Мцири. Я никогда не знал этого, но самое интересное, это мало кто помнит. Мцири, тем более на грузинском языке, вряд ли радиослушатели поймут, если я сейчас буду цитировать это на грузинском языке. Но, интересно вот что, когда ему принесли гимн Советского Союза, ему не понравилась первая строчка, и никто не знает, какая она была. Выдаю секрет секретов. Свободных республик союз благородный. Плохо. Иосиф Виссарионович сказал, не так. И написал, союз нерушимый, республик свободный. Это его строчка в этом гимне. Интересно? Очень! Да. А теперь послушаем гимн Прохорову. Да. Могу слова забыть? Да. Слова его, музыка его, а память мерзкая моя. Истина есть истина, всегда и поныне, перед ней все равны. Если был в жизни сидеть на вершине, то можно просерить штаны. Обещание дым, и слава дым, было так и будет всегда. Но если ты с детства мечтал быть вторым, то кто же будет первым тогда? Но если ты с детства мечтал быть вторым, то кто же будет первым тогда? Если психопата посадить на трон, это будет не страна, а дурдом. Если бастодонта объявить вожаком, то в каменный век придем. И мы не знаем, какие нам отпущены сроки, и где беда, и где успех. Но если ты родился самым высоким, ты просто видишь дальше всех. И если ты родился самым высоким, ты просто видишь дальше всех. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор ФМ Это практически перефразировка песни Высоцкого «Жираф». Жираф как? Большой. Жираф большой ему видней. Хотя меня насторожила одна строчка. Какие отпущены сроки? Что-то мне не нравится. Настораживает, извините. Друзья, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся в студию. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радиостанцию Юмор ФМ в прямом эфире программы «Неформат» с Михаилом Задорновым в студии в Москве. Помогая ему вести эту программу я, Максим Забелин. Мы принимаем ваши звонки по телефону 0731. И у нас на связи Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Михаил Николаевич. Да. Я бы хотел ваших пояснений. Почему-то у нас на обороте монет герб двухглавый, двухглавый орел. Как вы это можете объяснить? Как сатирик? Птичка-то вроде нетрудоспособная, не летающая. с точки зрения зоологии. Зоологии. Орнитологии, во-первых. Орнитологии. Пусть будет так. Зоологии – это коровы летающие. А, знаете, вам как отвечать, как сатирик или как гражданин должен задорно отвечать? Если отвечать, как сатирик, сразу скажу, у нас тандем два орла составляет наш... Я не тех, кого вы сейчас подумали, имел в виду, а, конечно же, Жириновского и Зюганова. Потому что, если у нас на смену одному тандему, должен другой прийти. Они, собственно, поэтому и подружились. Потому что народ привык к тандему. А вообще, честно говоря, Владимир, если вы не Владимир Владимирович, то я вам отвечу то, что я думаю, уже всерьез. Дело в том, что это же герб России. И герб России пришел к нам из Византии. А в Византию он вообще пришел из древнего Ирана. И вот интересно, как только Византия рухнула в 16 веке, и турки завоевали Византию, вот словно по божественному какому-то проведению. Не княжна, а царевна византийская из семьи Базилевса, палеолог или палеолог, как разные произносят. Люди, вышла замуж за нашего великого князя. И этот герб привезла с собой как приданная. И с тех пор этот герб стал символом России. Но интересное наблюдение теперь как у сатирика. Мало кто обращает внимание. Вот все верим в выборы, а вот подумать, посмотреть на этот герб, поразмышлять о вечном в связи с этим гербом. Нет. А там ведь две головы, они смотрят в разные стороны. Ну, это тандем. Это понятно. Какой ни восьми, не смотрят в разные стороны. И еще языки показывают каждый в свою сторону. Но посреди три короны, две головы, а короны-то три, и над каждой головой орла по короне, а одна корона посредине над пустым местом. То есть получается у нас вроде одна голова смотрит на запад, другая на восток, а своей головы нет. Вот что и означает сегодня на монетах этот герб. Да, на монетах короны сейчас нет, но... А это, ну, просто он не умещает. А на самом деле изначально... Посмотрите на все из короны, дороговато. Да и рано еще на царство нет тандем определить. Друзья, мы переходим к нашей традиционной рубрике «Пять лучших вопросов этой недели». Вы звонили на мобильный портал в течение недели 0731, задавали вопросы Михаилу Задорнову, и сейчас мы послушаем пятерку в эфире Юмор.фм. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер пять. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Да, добрый, добрый. В Сольятти звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. В Америке А вы там поддержали Путина. По поеданию гамбургеров. Может быть у нас в России сделать чемпионат по поеданию блинов, например, на Масленицу. Кстати, а вы сколько можете за один раз съесть блинов? Спасибо. Вообще, я все думал. Это запись в течение недели сделанная. Мы сделали подборку топ-5 за неделю. А, я начал отвечать в прямом эфире записи. Нормально. Люблю разговаривать, беседовать с автоответчиком. Но, я все думал, мне задаст кто-нибудь вопрос, на который я не смогу ответить. Потому что наша передача это такая смесь Перец Хилтон со знатоками, получается, и с КВН. Вы знаете, я никогда не с кем не соревновался по части поедания блинов. Наверное, это мое упущение, потому что я давно живу. Но такое соревнование будет проводиться на Поклонной горе в субботу 25-го числа. и в одном из балаганов оно будет устроено. Пожалуйста, приходите туда. Я там тоже буду, могу быть судьей, участвовать я не буду ни за какие бабки в этом. А вообще у Чехова есть чудный рассказ. Как сидеть человек, заказал одну порцию блинов, вторую, съел, а потом говорит, ну, теперь надо и поесть. Сказал он. А съел там множество блинов. Я не помню, как этот рассказ называется. Ну, это что ж, это нашинское, друзья мои, конечно. Давайте следующий вопрос. У нас же Блиц. Не формат. Пять лучших вопросов недели. Номер четыре. Здравствуйте, меня зовут Света, я из Биска. У меня к вам такой вопрос. Мой парень не служил в армии. Скажите, должна ли я поздравлять его с 23 февраля? Должна обязательно. Конечно, чтобы мужик чувствовал себя мужиком, даже не служа. Вот я служил недолго, но мне нравится, когда меня поздравляют. И многие женщины говорят, поздравляйте, аж с мужским днем. Поэтому защитник отечества, это же не только солдат. Ну, ладно, чиновники не защитники отечества, они полузащитники отечества. Многие сегодня в шоу-бизнесе тоже не защитники. Ну, ваш парень, если не в шоу-бизнесе, не чиновник, поздравляйте его с днем защитника отечества. Не формат. Пять лучших вопросов. Вопросов в неделе. Минер 4. Доброго времени суток, Михаил Николаевич. Меня зовут Александр, город-герой Москва. И вопрос у меня такой. Раньше, когда техосмотр делали в ГАИ, я знал, куда и к кому обратиться, ну, чтобы его быстро и беспроблемно получить. А куда обращаться сейчас? Спасибо. Нормально, да? Город-герой Москва. Я не знаю, куда обращаться. Я вот, вот наконец-то я получил вопрос, на который я совершенно даже не знаю, как начать думать, чтобы начать отвечать. 112 с мобильных, друзья, нужно позвонить. Позвоните в Авторадио, будьте любезны, к нашим партнерам. Давайте, да. Неформат. Пять лучших вопросов в неделе. Михаил Николаевич, вечер добрый. Меня зовут Ян, Таманская дивизия. Вот хочу попросить у вас совет. Каждый год одно и то же. 14 февраля у моего сына день рождения. Я хочу праздновать весь день его, а жена хочет вечером еще отпраздновать день всех влюбленных и требует подарок. Вот что делать и кто из нас прав? Друзья мои, ну вы все правы. Ну сделайте подарок и сыну, и жене, и себе можете сделать в этот день подарок. А что вы так зажмотились вдруг? Или сыну, или жене? Ну жена же тоже любви хочет. Я понимаю, что многие считают, что любить жену это вроде как, я не знаю, как это называется, когда родственники любят друг друга. Но все-таки это не так. Жена же очень хорошее слово. слово «жизнь». Ну как же вы так, так на всю страну-то? И то, и другое должно. А вообще на предыдущий, вообще интересно, на предыдущий вопрос у меня созрел вот какой ответ насчет того, кому обращаться. Сейчас предвыборная кампания, по поводу чего надо делать и кто может помочь, обращайтесь к Путину. Путин сегодня по телевидению в новостях все время кому-нибудь помогает. Он каждый день кого-то спасает. Это так интересно смотреть, как будто у нас больше никто не работает в стране, только он за всех. К Путину идите насчет ГАИ. Неформат. Пять лучших вопросов в неделе. Номер четыре. Здравствуйте, это Италия из Москвы. Михаил Николаевич, в этом году такая странная погода. Сначала зима была теплой, потом ударили морозы, в Европе вообще какие-то катаклизмы. Так вы думаете, может быть, это американцы испытывают какое-то климатическое оружие? Если они зиму испытывают на русских, они окончательные придурки. Потому что зима русских же не трогает. Ведь это в Италии недавно выпало снегу, четыре ангстрема толщиной, и у них остановилось все движение. Я был в Америке, когда там выпал снег. Я после этого говорил со сцены, нам не нужно ядерное оружие, нам нужны снеговые пушки. Забросать Америку снегом, и вся их экономика рухнет в момент. Поэтому это, я думаю... А насчет погоды я скажу так. Друзья мои, что о погоде, что о политике я вообще никогда не говорю. Потому что это говорят те, а на эти темы, кому больше не о чем говорить. Поэтому продолжим программу «Неформат» в следующем часе. У нас небольшая реклама. До встречи. Итак, мы продолжаем. «Неформат» с Михаилом Задорным в прямом эфире из студии «Юмор.ФМ» в Москве. Михаил Задорнов. 0731, телефон для ваших звонков, прямой эфир. Мы продолжаем разговор. И только что завершился у нас блиц. Знаете, я хотел бы добавить, а то так как-то... А то неудобно получилось. Я вроде как нагрубил спрашивающему. Мол, вы вот о погоде, а это ниже моего достоинства. Я вот что хочу сказать. Знаете, вот я выхожу из дому, и каждый день вахтер мне говорит о погоде. Вот я выхожу, он говорит, холодно сегодня на улице, ужас. А на следующий день тепло. Я выхожу, говорит, тепло, жарко на улице, ужас. Люди все время страдают от погоды. Вы посмотрите, каждый день, какая бы ни была погода, большинство людей страдает от этого. У них что, одежды нет для разной погоды? Я, например, давно живу... Я не смотрю на градусник. Я не смотрю, какая температура. Меня это не касается. Я хожу без шарфа. Я много раз это говорил. Любая погода должна быть хорошей для человека. И обсуждать здесь нечего. Те, кто жалуются каждый день на погоду, извините, я хотел не нагрубить, а получается, еще больше сейчас нагрублю. Те рабы практически. Те не сыновья Божьи. Те рабы. А сын Божий знает погоду. Папа сварганил. Значит, нужно такое. Давайте дальше. Друзья, у нас поступает очень много сообщений. Люди пишут, что они сидят в машинах и не могут пойти домой, потому что хотят дослушать программу. Я хочу сказать всем вам, что на сайте юмор.фм веселаярадио.ру идет прямая видеотрансляция. Вы можете заходить, смотреть, продолжать слушать и смотреть нашу программу. А по айфонам можно смотреть? Конечно. Но айфоны, вы знаете, раввины призывают, ортодоксальные раввины в Израиле призывают запретить айфоны, айпеды, вообще продукция Apple. Мне дважды интересно. Первое, что вы сказали, вы знаете, так как будто я имею к этому отношение. Нет, я не знаю, первый раз ослышал. Второе, что они запретили, тоже интересно, потому что я, например, не понимаю, это же яблоко, а не свинина. Почему надо запрещать айпады с айфонами? Ну, наверное, какие-то... А, может, яблоки, это не кошерные яблоки. Мы приветствуем в нашей студии Виктора. Здравствуйте. Уверены. До свидания. Алло, Виктор. Да-да. Вы в эфире. Как в эфире? Ну, в эфире как? Это приятно. Да, вы там с кем-то разговариваете. услышать-то в эфир. Давайте с вами. Мы вас слушаем, Виктор. Если у вас есть вопрос, или вы так, похохотать немножко. На самом деле, я разгадал слово плагиат. Думаю, что это плаха, гибель от топора. А я видел, как топор ломается от плаха. И нет никакого плагиатора. Ой, что-то такое... Что-то сильное. Да. А я разгадал, откуда слово английское экс-топор. Как произносится? Помните, да? Экс. Экс-топор. А пишется. Аксе. Аксе. Да. Так вот, у скандинавов было топор ах. Это топор ах. Тяпать и ухать в это время. Но англичане, как рационально мыслящие, топор слова старославянской отсекли, оставили одно ах, а у них произносится акс. Вот как я вам ответил умно. Это я иногда должен же делать вид, что я вообще что-то и по-умному ответить могу. Мне кажется, не надо никакого вида делать, потому что то, что я от вас сегодня услышал перед эфиром и чему я хочу посвятить наш следующий час. Это наступающая масленица. Ой, какой вы молодец. По-моему, об этом надо поговорить. Люди же забыли правду. Вы знаете, на этой неделе есть несколько сообщений, некоторые из них просто противоречат друг другу. В частности, подняли материал из Википедии, где сказано, что это масленица. Масленица это традиционный славянский обычай, празднование встречи зимы, в то время, как в агентстве Росбалт вышло сообщение, что масленица никакого отношения к язычеству не имеет. это принесенный православной, вернее, христианкой церковью праздник, и он был задуман и сделан именно исходя из того, как устроен календарь церковный. Вы знаете, во-первых, я бы хотел сказать, ну, не надо ссылаться на Википедию. Ну, друзья мои, люди, вот эта молодежь, которая пишет сочинение заглядывая в Википедию, они получают фальшивые знания, неверные. Я знаю, о чем вы говорите. Да, церковники хотят, чтобы люди забыли природу этого праздника, и поэтому они как бы отсекают прошлого этого праздника, я их тоже понимаю, не виню, но то, что масленица дохристианский праздник свидетельствует множество летописей европейских. Ведь масленицу праздновали западные славяне, и потом праздновали до принятия христианства еще предки германцев. Масленица это природный праздник, а не религиозный. И вот, например, почему она называется масленицей? Ведь никто ни в одной энциклопедии сегодня на этот вопрос не отвечает. В энциклопедии вот в этой википедии ощущение, что надергали из каких-то других источников, все это такой микс устроили. На самом деле, что такое масленица? Масленица это первое согревающее солнце. И вот это первое солнце, которое начинает согревать, кто лучше всего чувствует? Коровы. они после того, как оттелились, коровы, у них молозиво появляется для телят, а потом первое молоко, когда солнышко действительно начинает пригревать. И это молоко достигает такой жирности, что можно масло взбивать и сыр делать. Церковники даже понятия не имеют о том, что я сейчас рассказал. Об этой народной народ он вот он не знал наши предки они не знали синхрофазотронов и камер Вилсона. Но они чувствовали природу. У них была чуйка развита. Они вроде как все из Кашпировских и Чумаков состояли. И они знаете, они жили вот природосообразно. О, какое слово я выдал. И вот масленица это праздник природосообразный. Назывался он еще сырная неделя, потому что в эту неделю сыр от слова сырой в сырости находится. Творог и сыр готовили. И созревал сыр к последнему дню седмицы. Седмица это по-русски неделя. Неделя это позднее слово. И праздновался семь дней. В чем смысл масленицы? Перед масленицей значит что такое весна? Весна это энергия. И после зимы молодые должны взбодриться организмами. Зажечься! Потому что главный смысл жизни продолжения рода. После великого поста очищения придут можно играть свадьбу. Когда ты очистился от бесовщины то долгими темными зимними вечерами ты на всех обижался. Потому что а что делать когда делать нечего? Только обижаться. А это грех. масленицей масленицей растянута на 7 дней подготовки к великому посту. Первое это зажечь себя весенним солнцем. Взбодрить все хромосомы чтобы взъерошились и были готовы. До масленицы неделю полагалось кастинг проводить невесту. Я современным языком. Смотрины. Те кто выбрали невесту и особенно почитались во время масленицы. Масленица праздновалась все 7 дней. Это единственный праздник который должен праздноваться 7 дней. Но зато все остальные дни надо работать. И это означает пословица не все коту масленица. То есть не каждый день ты должен отдыхать. А последний день очищения души. Простить всех надо. Если ты не простил в последний день всех, ты зря ел блины все это время, напивался, брюхо набивал, ничего не сработает. А потом с невестой воздержаться великий пост должен быть. И когда ты воздержался, семя созрело. И тогда детишки здоровенькие, они хорошенькие, радостные на всю жизнь. Конечно, не только для молодых маслениц, для всех, но это тогда творческая энергия весны входит в тебя. Вот чему посвящен праздник. И обычаи связанные с этим, и игры тоже этому посвящены. Если у вас сейчас будут какие-то паузы или что-то, вы скажите, потому что я хочу рассказать о некоторых традициях, игрищах, связанных с масленицей. Да, у нас не то, что пауза, просто я вижу, что нам поступают звонки, их много, и вот единственное, как могу этот звонок привязать к нашей теме, которую мы затронули, это смотрины, смотрины сверху, звонок из Красноярского края, здравствуйте. Да, да, не слышит. Да, здравствуйте, громче немножко, говорите, будьте добры. Понятно. Да, к сожалению... Давайте я тогда сам продолжу ответ на вопрос, который он не смог задать. Я... Вот смотрите, взятие снежного городка, известная картина Сурикова. Это не просто балаган, а в этом смысл был. Стена, сделанная снега, крепостная, защищает зиму. И поэтому должны штурмовать те молодцы, которые выбрали невесту. Они уже взбодрились, у них уже весеннее творчество, они готовы, жених хатца, они должны одолеть зиму. Поэтому они должны преодолеть это, снежками бросают, а за стеной защитники, те, кто не выбрали невесту. У них позорное занятие защищать холод и саму зиму морену, как говорили, то есть которая морет. И изображалось оно чучелом соломенным. Соломенное чучело, которое надо сжечь, и таким образом зима потеряет силу, извините, это просто магия вуду, вообще-то. Но, что интересно, пепел и растерзанное чучело надо разбросать по полям. масленица это стимуляция плодородия земли и собственного человеческого семени для продолжения рода. Это глубочайший смысл в этом есть. Интересно, что знания потеряны не только у нас, у нас хотя бы обычаи остались. Кстати, были игрищи, у молодых назывались целовальник, столбы, и а в последний день надо было есть сыр созревший, поэтому называлась сырная неделя. И обязательно, после того, как простил, прополоскать рот надо тщательно. Вот это очень интересно, это у Даля написано, потому что остатки сыра черки будут выдирать ночью и могут выдрать вместе с зубами. Какой образ, это же не значит, что истинно барабашки тебе в рот влезет. Это образ, что надо, американцы, вот молодцы, они чистят зубы в каждом фильме, они в каждом фильме, извините, что отвлекаются от масленицы, они мочатся и чистят зубы. У них ощущение, что у них просто есть какая-то формула, вот иначе рейтинга у фильма не будет. А про нашу масленицу, кстати, мы можем потом после рекламной паузы поговорить о том, как выродилась древняя сырная неделя, которая праздновала всеми европейскими крестьянами в карнавал. Хорошо, так и сделаем рекламная пауза, после чего вернемся в студию. Итак, мы продолжаем нашу абсолютно неформатную беседу в студии прямого эфира Юмор-ФМ Максим Забелин. Я помогаю Михаилу Задорнову вести программу. А я Максиму Забелину. Да, вот так мы помогаем друг другу. Михаил Николаевич отвечает на ваши вопросы и тему, которую мы затронули, мы намерены продолжить, это тема масленицы. Масленичная неделя стартует на следующей неделе. Прошу прощения за... Ну нет, ну как, а как я не честно? Да, и... Вы знаете, что слово неделя так новая, так же, как и масленица. Масленица называлась сырной неделей, а еще точнее сырной седмицей. Неделя это седмица, семь дней, а неделя это один день в седмице, последний. Но воскресенье ничего не делали. То есть, неделя, неделя. Понедельник это после недели. Но когда переименовали название дней, во-первых, назначили числительный, вторник, среда, у каждого же было свое название такое старославянское, то как-то нашим предкам показалось, что один день недели маловато. Хорошо бы ничего не делать все семь дней. И в результате неделя перешло на все семь дней, что в общем-то неправильно. У нас вообще иногда очень неправильные слова. Рубль. От слова рубить. Пока рубль главная валюта России, хорошего не жди от власти. Рубить, а еще, аэр это уберите, убить, а уберите, бить, а ить, что тоже не очень хорошо. Другое дело, а гривна хорошая. Ну, насколько я знаю, рубль появился на Руси ровно потому, что гривну в момент первой инфляции, первых инфляционных вот этих процессов, которые в средние или даже в ранние века начались, гривну рубили на несколько частей, серебряную, да, гривна представляла из себя такой брусок серебра, ее рубили на несколько частей, появился рубль. Но слово, оно, дрожь этого слова, она несколько агрессивная. Все-таки это рубить и убить. А гривна? Деньга, хорошее слово, гривна нет. Гра, гривна, ну, все хорошие созвучия. Я думаю, что нам когда-нибудь надо рубль было бы переименовать, но уж больно дорог он нам, вот так скажем, национально. Знаете, есть в Томске памятник рублю, деревянному, он из дерева сделал. Очень здорово. Простите, я перебил, мы промазь. Я просто хотел про доллар задать вопрос, но вовремя. Деревянному доллару надо поставить. Кстати, отличная идея, давайте у нас поставим где-нибудь. У нас в Вашингтоне, да? Михаил Николаевич, вы рассказали про взятие снежного городка, такой известной обычай, а я натолкнулся на очень интересный, на мой взгляд, обычай, назывался он пробуди. Это славяне, наши предки, вооружившись горящими головнями, шли будить медведя. В яме, где он лежал собственно укрывшись валежником, вокруг него, вокруг этой ямы, вокруг вымышленной что ли берлоги, ходили участники праздника и кричали медведь, просыпайся, вставай. То есть идея была такая поднять медведя, чтобы он скорее всего вызвал весну. Знаете, вот эти знания, которые сегодня опубликованы в энциклопедиях, это очень позднего времени. Это когда на масленицу стали напиваться. А вообще это действительно, это грех. Ведь смысл масленицы и поста, чтобы семя созрело для продолжения здорового рода. А потом стали напиваться, когда знания природные потерялись. Вот это и людям уже нужен был адреналин. Вот это чисто славянское. Вот это напиться, и чтобы впрыснуть адреналин, пойти будить медведя. Это вообще противоречит природной сути праздника. Кулачные бои, да, но кулачные бои организовывались, организовывались, они возникали стихийно, как нынче. Было другое сначала, обняться с медведем. Ведь медведь, когда сытый, он очень... Мне однажды довелось обняться с медведем. Это конкретный впрыск адреналина. Это сильно, но обниматься должны были только мужики. Один раз приобнять, и все. И ты мужиком чувствуешь себя на весь оставшийся год. Вообще правильная встреча масленицы Великого Поста и Пасхи это Виагра на весь год. Это хорошо себя чувствуешь и в хорошем настроении. И творчество хорошо идет. Напиваться нельзя ни в коем случае. И вообще блины и водка это полнейшее несочетание. Но при этом один из обычаев был связан напрямую с распитием сурьи. Сурья немножко другой напиток. Сурья на древней... На индоевропейском языке сурья это солнечный свет. Это солнце. Это солнечный напиток. Это совсем... Это другое. Это слабее, чем пиво. И на меду. С добавкой трав. Я точно рецепта не скажу. Но меня поили сырьей. Но это не значит... Я же не женщина. Чтобы сразу... Как вы это приготовили? А ну расскажите, пожалуйста. И записать. Солнечный напиток. Так же, как медовуха слабая. Она могла участвовать. Ну, ее можно было пить. Но у молодоженов были другие забавы. Например, встать. И мы говорили об этом. Например, вот те, кто присмотрели друг друга, должны были встать спиной друг к другу у костра. Вот, например, в некоторых энциклопедиях сегодня пишут, сегодняшних, интернетовских, что через костер прыгать, а не будут масленицу Ивана Купала. При масленице надо было тем, кто присмотрел друг друга, проверить, они подходят друг к другу или нет. Надо было встать спиной друг к другу. Кто-то там дает команду, там, любовь, там, или раз-два-три, там, Мей вышел месяц из туманы. И они должны были на определенном слове повернуться друг к другу. Если они поворачивались в одну сторону, они могли после этого венчаться. А если в разные, извини, не получилось. Идите прыгать через костер. Вот такие игры сейчас существовали. Была одна игра, эротическо-символическая. Так, у нас время там уже позднее, можно об этом говорить. Можно, да. Две колодки, два таких высоких столба, бревна ставились. Такие ствола, очищенных от коры. А один ствол со щелью, а один с сучком. Так. И невестушки должны были набрасывать кольцо на сучок издали. И кто попадал, тех приветствовали, целовали, снегом натирали. Веселуха, короче, такая дискотека недельная была молодежная. А мужики должны были щепочку закинуть с расстояния в щель бревну другому. Причем никаких очевидных форм человеческого организма, женского, мужского не было. Вот такая игра. Дали уже в те времена существовал у древних славян. Вот так скажем. Я должен сказать, что эти знания потеряны у нас. Но у нас хотя бы остались какие-то игрища. Какие-то. Вот, например, надо было садиться на... Что значит катание с горки? Не просто. А невеста на коленях у жениха должна была скатиться. И чем дальше мужик с невестой проехали с горки, тем дольше он будет мужиком в жизни. Была такая примета. Все было той... А это выродилось. Ребята, назрались и пошли медведя будить. Нормально? Ну, но на Западе знания тоже потерялись. Но они, как на Западе умеют, организовались в очень славный праздник. Карнавал. Карне от слова латинского мясо означает. А валы это прощай. Ну, типа на что будь здоров. То есть карнавал означает прощай мясо. У славян, у многих, и называлось масленица мясо пуст. Почему нельзя есть мясо? Корова молоко начинает давать. Она ест траву, а перерабатывает в белок. Стыд убивать корову. Позор. Она вам дает белок, а вы ее убиваете. Мясо пуст. Карнавал. Карнавал – это калька разных языков с одного и того же смысла. Карнавал, кстати, праздновался еще в позапрошлом веке. Сам помню. В том же Риме брали не снежный городок, а городок из ящика выстроенный. Снега там нет. Кидались не снежками, а горохом. И уже сжигали не чучело соломиной зимы, а просто пучок соломы. То есть совсем ошметки эти знания. Но зато они умеют организовать карнавал. Я был на многих карнавалах и на Кубе, и в Бразилии. Вот я думаю, а почему нам в России не поучиться вот этой организации совместить нашу масленицу с их умением праздновать карнавалы? Мы многонациональная страна. И это слово «россиянин». Мне почему не нравится? Потому что тогда надо добавлять русский россиянин, башкирский россиянин, татарский россиянин. Каждый человек должен гордиться своей национальности, если нет шовинизма и национализма. И представляете, съезжались бы. И что такое карнавал? Разные провинции приезжают, области, народности, участвуют в шествии. И у нас бы приезжали с нашей многонационной Россией со всех концов и шли шествием. Множество наших людей пели бы песни, это было бы очень здорово, честно вам скажу. Поэтому я выступаю за то, чтобы приход весны мы научились встречать для будущей творческой энергии. Новый год раньше так не праздновался. Вместо Нового года взбодрение организму давала масленица. «Приход весны, солнышко согревается, едят блины, символ солнышка». У каких детишек не спросите, что такое блин? Говорят, солнышко. А это значит дети правду знают. Блины и традиция, как бы есть блины к тёще на блины, потом тёща к зятю на блины. Это же традиция, с которой прежде всего масленица связана сейчас. Да, но её попытались видоизменить и сказать, что блины – это еда для поминовения усопших. Так, что это надо в один из дней на могилы класть. На самом деле это ребрендинг блина. Переребрендили блин. Во блин называется. Но в народе до сих пор к блинам относятся как к солнышкам. И поэтому, когда с утра пекут блины, семьи и избы наполняются множеством солнышек. Это то, что называется магия славянская. Чтобы весна быстрее пришла, подмаслить, помочь Всевышнему подмаслить дороги к приходу весны. Поэтому я предлагаю послушать сейчас для детишек и для взрослых колыбельную, которую мы спели, бывшим нашим театром студенческим, спели всего год назад. Нам уже давно, мы давно дряхлые старички и старушки, но петь мы любим. И вот как до сих пор могут люди дружить, собираться и иногда так устала спеть с приходом весны. Зеленая карета – песня чудного композитора и поэта Суханова, выпускника МГУ. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 я не люблю себя плохо чувствовать, и мне даже не надо с этим бороться. Я как вижу спиртное, думаю, а зачем? У меня столько интересного в жизни. Но я так думаю о себе. А когда я думаю о том, что на Западе существуют наркотики, вот такая мысль мне приходит в голову. Наркотики губят человека конкретно. И если так дальше будет, ведь смотрите, что с молодежью на Западе. Они не чувствуют природы. Они думают, что помидоры растут в виде пакетиков кетчупа на кустиках. Они все больше и больше затягивают наркотики. Они с интеллектом компьютерной мышки на сегодняшний день. И Западный мир погубит наркотики, а нас выручит алкоголизм. Потому что алкоголизм, он не так страшен. Ну напился, и ты рабом не можешь быть. Русские люди часто пьют, чтобы не работать на олигархов. Не буду, я лучше напьюсь и пойду на рыбалку. К сожалению, мы в таких условиях, что иногда для нашей души алкоголизм оказывается... Я многих алкоголиков знал. Слушайте, они все были очень добрыми людьми. Я не призываю к алкоголизму. Но я хочу сказать, эх, им бы еще и бросить пьянство, как я бросил, они бы все стали задорновыми. Но вообще такой лозунг можно. Алкоголизм против наркотиков. Вот, я придумал такую кампанию можно провести. Давайте послушаем звонок от Александра в тему. К сожалению, сорвался звонок. Многие срываются, как им говоришь, они сразу отключаются. Да, но на самом деле звонок был о том, что существует ли связь между пьянством и зарождением христианства на Руси. Нет, ну нет, я думаю, что в этом связи даже не надо искать. Потому что если искать связь алкоголизма в России с каким-то явлением, найдешь всегда, с любым. Это примитивный подход, друзья. Вы знаете, на этой неделе появилось сообщение о том, что миллиардер пропал в больницу из-за приступа шопоголизма. Это по поводу болезней, излечимых, неизлечимых и так далее. Так вот, один из богатейших людей Нью-Йорка, 68-летний магнат Эд Базинет, был госпитализирован в больницу. Так как он устроил безумный марафон покупок на местной ярмарке, который стоил ему, внимание, 20 миллионов долларов. По словам свидетелей, Базинет четыре дня подряд переходил от одной палатки к другой и скупал все, что попадалось ему на глаза. Мороженое, ароматические отдушки, приборы для шашлыков и так далее и тому подобное. Когда это все доставили к нему домой и начали... И он расставил по квартире, он умер. Нет, его госпитализировали пока. Он просто ходил и говорил, дайте мне еще 100 штук этого и 100 штук этого. 20 миллионов человек спустил, а мог бы в космос полететь. Вот почему мне всегда жалко богатых. Они все от чего-нибудь будут страдать. У них у всех бесславное больное будущее. И одному нашему трейдеру, не все знают, что это, это спигулянт бумагами. Дилеру, трейдеру, биржевику, короче. А биржа знаете откуда слово? Буржуа. А буржуа откуда? Барыга. Буржуйка, наверное. Барыга. Это русское слово барыга. Те, кто занимались делами, барган по-английски сделал барган. Ну то есть все, кто с делками занимается, они барыги. Буржуи, биржа это сборище барыг практически. Вот я одному барыге говорю, тебе не додал банк 50 миллионов. Ему 50 миллионов не додали. А я ему за неделю говорил, ты когда-нибудь сойдешь с ума от своих бабок? Потому что там ему в месяц капает полмиллиона только евро от закрытых денег в банке в каком-то европейском. Я говорю, ты с ума сойдешь? Он сошел с ума. И через месяц его действительно увезли в сумасшедший дом. Ему один банк не додал 50 миллионов. Я застрахован от этого. Я не могу сказать, мне никто не додаст никогда 50 миллионов, потому что я собственно и просить не буду. Ребят, лечитесь от денег. Деньги помет дьявола. Пометом очень хорошо удобрять землю, но свою жизнь не превращать в хранилище помета. Вы знаете, есть еще по поводу денег, замечательная история, как люди борются с деньгами. Вот, например, финский турист съел свою кредитку в аэропорту. Произошло это как? Он в аэропорту Копенгагена сидел, выпил 4,5 литра пива, не сурья, а пива. И когда ему пришла пора платить по счетам, он начал сжевать свою кредитку и съел ее. В итоге невозможно было на ней разобрать, как его зовут. Его нельзя было уже поднять. Класс. Да, и человек провел несколько часов. А хирурги, которые пытались вытащить ее, хотели еще и обналичить бабку с этой кредитки. У русских нельзя есть кредитки, потому что вот те кредитки сегодня, они потрясающе отскабливают снег и лед от машины с утра. Лучшие кредитки наши в мире для этого. Да, Михаил Николаевич, еще несколько сообщений по поводу предприимчивых на сей раз итальянцев. Так вот в Неаполе появились объявления о продаже снежков. Ну да, это недавно было, я знаю. У меня дочь была недавно в Италии, и она рассказывала... Привезла пару снежков. Пару снежков, да. Один снежок 50 евроцентов стоит. Там два сугроба выпало. Но барыги итальянцы, они же жулики известные. Все в мире, все жульчество от них пошло. От римлян. Они думают, о, два сугроба надо продавать начинать. Это первая мысль, которая пришла им на ум. Ну и у них что не выпадет, они продавать будут. Наши, кстати, очень подражают хорошо итальянцам. Они же сейчас бутылировать воду Байкала собрались. Они уже посчитали, сколько будет стоить Байкал, если его разлить по бутылкам. Так что итальянцы тоже за углом постоят со своими двумя сугробами снежков. Ну вы знаете, европейцы, они при этом бывают очень экономные, или даже, наверное, с кряжестыми. С каринными. И вот появилось сообщение о том, что в Британии сейчас набирает моду, новая такая популярная история, борьба с облысением посредством татуировок. Так как очень дорого платить за имплантацию волос, а в Британии очень много лысых мужчин, они стали обращаться к недорогим... Татуировку волос. Да, реально, делает татуировку волос. И татуировку расческой. А причёсывает татуировка из расчёски. У неё татуировка на кисти, так и татуировка расчёски. Да, смешная. Какие же они полиэтиленовые все. Какие пластмассовые. Да, друзья, давайте мы приверёмся на небольшую рекламную паузу. 0731 номер телефона прямого эфира. 8870 для ваших смс-сообщений. Продолжим через пару минут. Ещё раз добрый вечер. Мы продолжаем прямой эфир из студии Юмор-ФМ в городе Москва. Михаил Задорнов... Здесь. ...отвечает на ваши вопросы в прямом эфире. Меня зовут Максим Забелин. Я помогаю вести программу Михаилу Николаевичу. И у нас блок таких хороших новостей, забавной какой-то информации, которая пришла на этой неделе и позволяет нам своеобразные итоги этой недели подвести. Так вот, блок этот называется... Учёные долго исследовали, исследовали и наконец-то выяснили, что... Так. Первая из новостей, что появилась хорошая новость для всех оптимистов. Учёные и исследователи из университета Цюриха заявили, что люди, которые часто повторяют, что чувствуют себя отлично, гораздо меньше рискуют умереть преждевременно. То есть, если ты оптимист по жизни, значит, ты будешь жить долго и счастливо. Говорят они. Нормально, да? Им нужен научно-исследовательский институт, чтобы это понять. Я дуреваю. Вы знаете, я всю жизнь говорю, ребят, улыбайтесь, будете в хорошем настроении, будете меньше болеть. Это древнейшая наша мудрость. По-латышски интересно. А латышский сохранил язык древних славян, венедов. Здоровье веселый. Понимаете, как интересно? Веселый, значит, здоровый. У них даже осталось это слово. Кстати, а работать по-латышски страдат. Страдать. Убирать страду. У нас это страдать, убирать страду переросло, как не неделя, чтобы меньше работать. А у них это сохранилось. Мне очень, кстати, нравится. Сегодня в Риге референдум. А, извините, завтра референдум. Референдум проводится по всей Латвии. В защиту русского языка, чтобы русский язык стал вторым государственным языком. Бесятся совершенно, как укушенные мухой ци-ци местной власти, и не хотят, чтобы это произошло. И русские бесятся, что это может не произойти. А я русских утешаю. Говорю, ребят, да не волнуйтесь. Ну, не будет вторым, будет первым со временем. Потому что латыши скоро вообще все уедут в Ирландию. А вы же там остаетесь. Вам нравится, потому что вам в России еще хуже будет, чем в сегодняшней Латвии. Вы станете коренными жителями со временем. Что еще? У нас какие новости? Я просто хочу сказать, что на следующей неделе у нас будет установлен радиомост с Ригой. И вы нам расскажете как раз о результатах этого референдума. То есть, что мы понимали, на каком языке нам общаться. Вы знаете, по поводу здоровья. Вот одно здоровье прибавляет, другое убавляет. Совместное проживание с тещами вредит здоровью мужчин. К такому выводу пришли ученые из США. Нормально, да? Им делать нечего. Им деньги девать некуда. Ребят, придите ко мне и спросите. Я вам отвечу без всяких опытов. Они же опыт ставили. Опыты, да, Михаил. Ой, гениально. Да, ну что, они считают, в результате этих опытов, там, 70% исследуемых заявили, что проживание совместной с тещей угрожает им возникновением тревожности, проблемами с сосудами, сердцем и ухудшением потенции. А они что, жить с тещами впрямую хотели? Вообще потенции никакой не будет. Видимо, восприняли это как-то буквально. Нет, ну мне нравятся америкосы. Они же взяли 100 тещ. По теории вероятности же должно быть. А 100, это уже близко к объективности, по теории вероятности. Я же ее проходил. 100 зитьев поселили вместе, а еще 100 и 100 по отдельности. И стали замерять кардиограммы щечки. Нормально? Ребят, спросите у нас, да? Мы вам скажем, что не надо жить с тещей. Ой, я не могу. Ведь, смотрите, опять-таки у наших крестьян. Почти к Масленице возвращаемся. Ну как в древности. Молодые поженились? Надо срубить дом новый. Ни за что не жить в этом же доме. И обязательно, чтобы комнаты были с порогами. Невесту надо перенести через порог. Потому что порог отсекает прошлую энергию того рода. И если невесту переносишь через порог, она уже твоего рода. Она в этой энергии. Во всем был смысл. Обращайтесь... Раджа мне один сказал в Индии. Русские пословицы и поговорки – это мудрость всего человечества. Это раджа и индус, который изучает русский и украинский языки, чтобы понять наши поговорки. Мы потом когда-нибудь в передаче давайте поговорим об этом. Задроем. Мы сейчас уже не успеем. Скоро, к сожалению, заканчивается. Нам и часов пять с вами еще. Было бы ничего. Но мы в следующей неделе поговорим об этом. Да, Михаил Николаевич, но здесь есть еще одно сообщение, которое пришло из Европы. Видимо, продолжение предыдущего, когда итальянцы увидели исследования американских ученых. И на сей раз итальянские исследователи выяснили, что 80% итальянцев предпочитают... Жизнь с течей только не говорите. Нет, предпочитают секс не дома, а в автомобиле. Причем люди до 30 лет выбирают задние сидения, а после 30 – передние. Ну, нормально, да? Они же и исследовательский институт организовали. Взяли автомобили, посадили итальянцев, им резиновых баб дали, чтобы многие же... Ой, я угораю. И это все всерьез. И многие же верят в это. А я еще нас позором, да, критикую наших, что они вот такого рабского мышления. Да наши личности по сравнению вот с этими закодированными, зачипизированными. Я не знаю, как сказать. Чипизнутыми. Да, ну это было слово... Производное от слова чип. Чип, 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 чип. Да. Я вообще люблю новые слова произносить. Вот, например, от слова ЕГЭ. Егоисты. Те, которые ввели ЕГЭ. Очень точные слова можно подбирать. Мы когда-нибудь с вами поговорим в следующий раз об этом. О том, какие можно новые слова придумывать. Михаил Николаевич, ну вот прошла же информация, и, кстати, у вас, по-моему, в ЖЖ она тоже есть, о том, что в русском языке сейчас заимствованных слов стало больше, чем коренных. Ну, это не для юмора, ЭФМ. В словаре Ожегова русских слов 50 с небольшим тысяч. А в словаре иностранных слов современного русского, ну, которые употребляются в современном русском, 60 тысяч. На 10 тысяч больше иностранных слов в современном русском языке. Вот оно, что происходит. Единственное, что, я думаю, выручит нас. Пройдет время, некоторые слова, типа аутсорсинг, хаускиппинг, это отпадет, потому что они противны их долго произносить. А пиар останется, но образмерится и станет нашим. Отпиарить, припиарить, запиарить. Окей станет нашим, будут говорить окей на океюшке. Я об этом не раз говорил. И какие-то слова станут просто нашими со временем. Ведь ерунда – это немецкое слово, оно стало русским. И много. Брак – немецкое слово стало русским. И так произойдет со многими словами. Они обрусеют у нас. Да. Поэтому я особенно бы не переживал. Ну, тем более, вы говорите, вот производное слово «чип». То есть мы сейчас неологизмы вводим прямо здесь и сейчас. Я хотел бы в итоге нашей программы сказать, что нас ожидает Масленичная неделя. Это прекрасно. И на ленте.ру появилось сообщение буквально сегодня о том, что студенты поставили рекорд по переворачиванию блинов в воздухе. Казалось бы, ну чем не Масленичный рекорд? Но удивительно то, что этот рекорд поставили студенты в Лондоне. А что удивляться? Англичане же потомки прославянских народов. Конечно, у них. У шотландцев это сохранилось. Я думаю, что это в Лондоне шотландцы сделали. У шотландцев до сих пор встреча праздников, как у древних славян. 890 человек одновременно переворачивали блины в воздухе. Вот умеют они веселиться, не напиваясь и не пытаясь разбудить в верлоге медведя. Этому все-таки мы у них должны учиться. И мне кажется, что мы во многом неправы, когда так забываем наши традиции, темы наши родные. Ну как, это же безнравственно. На Великий пост, вы готовы к тому, что я сейчас скажу? Да. Все сидят в пробках, да? Не вставайте за рулем. Потому что сейчас иначе грохнетесь. Великий пост назначить выборы. Друзья мои, это грех. Что такое выборы? Это сплошная реклама. Реклама это ложь. Это вранье, это обливание грязью друг друга, споры, нервотрепки. Это все противоречит нашей православной вере. Ну, что вам сказать? Если это специально придумали технологи современных выборов, ну, знаете, я их недооценил. Смирение, выборы. А я боюсь, что если у сегодняшних некоторых церковников о государственных спросить, грех это или нет, они ответят, что если вы будете голосовать за Путина, то не грех. Но я тогда скажу, что они не додумали ситуацию с выборами, и нет, и я и в следующий раз. Вот послушайте, если хоть кто-то из технологов сейчас нас слушает, послушайтесь моего совета, выиграйте. Сразу выборы на прощенное воскресенье назначайте. Выбрали и простили. И можно с новыми силами продолжать дело тоже самое. Я, кстати, хочу сказать на правах, что ли, рекламы, ну, или просто сказать о том, что мы придумали такую замечательную историю. 25-го числа Юмор-ФМ устраивает не митинг возле Дома художников на Крымском валу. На площадке мы соберем команды КВН, всех людей, которые могут и хотят что-то сказать друг другу, для того, чтобы донести одну простую мысль, что хватит играть в политику. Вы замечательны. Давайте встречать весну, давайте любить. Конечно. Давайте провожать... Любовь-то вечная, она от выборов не зависит. Конечно. И этому должна быть посвящена ваша масленица. И я бы на месте тех ведущих, которые будут вести, мы с вами об этом говорили, вызывал бы из зала и смотрел, как подходят вызванные невесты и женихи друг другу. Давал команду, в какую сторону они повернутся, в одну или нет, и пытаться разучивать с ними песни прямо здесь же. Я бы и современной технологией в это вернул все. Кстати, на Поклонной горе, я там помогал ребятам организовать тоже вот эту всю веселуху, это все будет, все эти игрища. Поэтому, конечно, друзья мои, приходите и на площадь напротив парка культуры, и на Поклонную гору. Давайте встречать масленицу. Давайте встречать масленицу, праздник весны. Сугрева! Неформатный юмор